на римеунке вот такая стиральная машина LG. ее модель F8068LD. поломка включается. все пикает. сейчас покажу. вот она включилась. все нормально. режимы выбираются. но когда включаешь пуск ничего не происходит. но и не происходит замыкание дверок. то есть вот она открывается то есть вероятно проблема ну и вот включается вот такая пиканье и вот такие и иногда вот это загорается. иногда и это и вот это тоже. поэтому один из вариантов это не работает замок и поэтому не продолжается не включается. но при включении все-таки он должен замкнуться. а только потом. или вообще плата управления не подает не отрабатывает. ну сначала посмотрим на замок. для этого открутим верхнюю крышку. там сзади два винта. откручиваем крышка толкается после этого и снимается. ну и когда уже сняли крышку у нас есть возможность вон туда как-то так подлезть. чтобы достать до замка. потому что так попробуем отсюда. если не удастся отсюда то может быть снизу достать. я так понимаю что это будет непростая задача. но будем стараться. для того чтобы снять замок и просмотреть его нужно ну вот эти два винта открутить и туда он провалится. но чтобы его достать вот я вот эту штуку чтобы рукой туда залезть будет немножко мешать. я отставил и вот туда нужно пролезть и попытаться вытащить этот замок. там проблем нет. нужно фишку снять с замка или достать с проводами. но единственное что провода там по корпусу прикручены к корпусу. поэтому нужно защелок вытаскивать. и тогда можно попробовать вместе с проводами. так будет еще лучше чтобы сразу мы и проверили подается туда питание или нет. сейчас буду залазить рукой отодвигать. вот так немножко отодвинем барабан. и попытаюсь туда залезть. вот там штучка такая это замок. сверху не получилось достать. поэтому я положил стиральную машину аккуратно. и вот снизу вот он достался. вверх провода не потянуть. потому что они тут связаны еще с проводами которые идут на помпу. но в принципе мы можем. то есть есть провода от помпы. если их отсоединить то если я тяну то там на стяжку прикручено к корпусу. а потом на клипсах. и если эти клипсы снять то провод вместе с с корпусом можно будет вытянуть на верх и посмотреть на верху. можно будет включать смотреть подается ли питание 220 на эту фишку. но если снять вот этот корпус. ну сейчас я буду пробовать. что делаем. снимаем. здесь без разницы. вы потом можете не бояться что перепутаете. без разницы куда право лево лево право. 220 без разницы. ну и освобождаем там провода и вытягиваем вместе с фишкой вместе с проводами. фишку просто вот так вот снимаем. и вместе с проводами провода вытягиваем уже теперь наверх. снизу неудобно проверять во всяком случае. ну что же я вывел наверх провода. это как раз провода помпы и провода замка. и разобрался что проблема действительно в замке. каким образом я это увидел. сейчас все покажу. и так когда я вам объясню как работает замок. вы поймете как можно проверить самостоятельно. смотрите. вот сюда входит вот этот язычок дверки. вот он сюда входит и нажимает на вот эту вот пластинку. вот эту. она тут двигается. вот так вот. смотрите. вот так вот. этот замок фиксирует вот в таком положении. и она назад не не отходит. сейчас покажу. смотрите. это планка. вот она здесь везде ходит. и вот здесь смотрите. вот здесь есть такая черная штучка. которая вылазит и в окошко в прорезь. и не дает назад пружинке толкать его. мы его вручную можем вытащить. и там замыкаются два контакта дающие сигнал что дверка закрыта. вот смотрите. я вот так вот подвинул. и в этой модели есть вот такой тут флажочек. можно его выдвинуть. и он зафиксировал. назад не уходит. и все. теперь смотрите. я включаю стиральную машинку. включаю пуск. после этого беру вот эту процедуру делаю. и стиральная машинка должна пуститься в работу. сейчас я вам это покажу. значит присоединяю разъем. включаю программу какую-то. хлопок допустим. нажимаю на старт. теперь беру и вот так вот включил. и все смотрите. она крутится. стиральная машинка работает. видим что точно дело в как только зафиксировался. значит он фиксируется при помощи температуры. она греется. значит что-то там заело. мы разберем посмотрим. или новый нужно купить точно такой. они разные. под свою модель покупайте. или я попробую отремонтировать этот. может быть где-то контакт закис. что-то подгорело. ну или поставим новый. поэтому смотрите повторяйте. на самом деле сейчас выключаю. и стиральная машинка будет работать. на этом все пока. а я сейчас буду разбираться. ну что же я поставил на место замок. включил данный момент на быструю стирку. стирает. поставил на 40 градусов температуру. греет. ну как бы все нормально. теперь посмотрим до конца все сделает или нет. но в принципе помпа работала. я включал полоскание и он с помпу включал. но будет ли в этом в режиме стирки срабатывать? сейчас до конца посмотрим как он стирает. ну собственно повторяйте. в данной ситуации это была поломка замка. поставил новый. заказывайте где-то в интернет магазине под вашу конкретную стиральную машинку. потому что они разные на разных стиральных машинках. увидимся на канале. подписывайтесь на канал. всего доброго. напомню. и